Ваша милость, я рад приветствовать вас в Москве. Вспоминаю свой визит в Великобританию и очень содержательную беседу в вашем доме в Лондонском дворце. И это возможность продолжить те беседы, которые мы начали в Великобритании. И я рад, что у нас есть возможность продолжить эти беседы, которые мы начали в Великобритании. Начиная с 16 века существуют контакты между Русской Православной Церковью и Англиканским сообществом. Задолго до того, как еще христиане вступили в интенсивный диалог и сотрудничество, уже в те века далекие, отдаленные от нас русские и англичане, принадлежащие к разным конфессиям, имели возможность встречаться и понимать друг друга. В течение последних 20 лет у нас успешно работает Координационный комитет по сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Англиканским сообществом. И я хотел бы также с удовлетворением отметить, что при участии российского посольства в Великобритании и великобританского посольства в Москве проходят также различного рода мероприятия, в том числе и семинары, связанные с будущим христианством в Европе. И я считаю полезным такие мероприятия, особенно сегодня, в наше неспокойное время. Развивается сотрудничество в области студенческого обмена. Некоторые из наших студентов продолжают образование на территории Великобритании. В России же мы организовали летний институт для сотрудников Церкви Англии. Этот институт функционирует на базе общецерковной аспирантуры и докторантуры. И этот проект открывает возможность для духовенства в Англиканской Церкви познакомиться с жизнью Русской Православной Церкви, с нашим богослужением, с нашей духовностью и с социальной деятельностью Русской Православной Церкви. Человечество сейчас вступило, не побоюсь этого сказать, в очень тяжелый глобальный кризис. И речь идет не только об экономических трудностях, которые практически захватили весь мир, но умножилось количество войн. После окончания Холодной войны мы все мечтали о том, что наступит время мира, сотрудничества. Но количество локальных конфликтов увеличивается и приобретает очень грозное измерение, втягивая в эти конфликты великие державы. Ногременно очень усиливаются, осложняются экологические проблемы. Растет социальное неравенство в глобальных масштабах. И политики, экономисты, культурологи пытаются найти собственные ответы. И политики, экономисты, культурологи пытаются найти собственные ответы. Почему все это сегодня происходит? Но я думаю, что у нас, у христиан, должен быть собственный ответ. Все плохое, что в человеческой жизни происходит, происходит от греха человеческого. И если нарастают глобальные кризисы, если зло приобретает глобальное измерение и становится очень радикальным, то значит что-то в душе людей происходит плохое. И все это сопровождается отходом человека от Бога. Мы пережили соответствующие настроения в Советском Союзе. Мы помним, какое отрицательное влияние на всю жизнь имела идеологическая атеизация общества. Но слабость той атеизации заключалась в том, что она была следствием насаждения идеологии. Идеологии долго не живут. Ушла идеология, и атеизация становилась. Сейчас идеология уничтожена, и атеизация уничтожена. То, что мы сегодня имеем, особенно в западных странах, куда страшнее, чем то, что происходило с религией в Советском Союзе. Действительно происходит атеизация. Изгнание Бога из человеческой жизни. Игнорирование Божественного Нравственного Закона. И особенно разрушительным является то, что это игнорирование Божественного Нравственного Закона облегается в форму государственного закона. Это очень опасная тенденция. Если люди силой государственного закона будут принуждаться совершать грех или солидаризироваться с грехом, то мы вступаем в какую-то апокалиптическую реальность. Вот если говорить о роли христиан, то тоже возникает большой вопрос, а способны ли христианские общины сегодня остановить этот процесс. Способлены ли они к пророческому служению? Когда-то в советское время, в диалоге с нашими западными партнерами, нас ставили в очень неудобное положение одним вопросом. А вы можете критиковать правительство? Вы можете критиковать их политику? Нам было трудно ответить на этот вопрос, потому что мы жили в тоталитарных условиях. Но сейчас это наш вопрос к западным христианам, которые живут не в тоталитарном обществе. А вы можете критиковать ваше правительство? А вы можете критиковать средства массовой информации? А вы можете критиковать сильных мира сего? Вот это очень важный вопрос. Я думаю, что мы вместе должны размышлять над этими темами. Потому что если христианские общины, христианские церкви, христианские общины потеряют соль, то они перестанут положительно влиять на жизнь людей. Поэтому в это непростое время, в первую очередь, для западных христиан. Мы в Русской Церкви не готовы закрываться перед нашими историческими контактами с западными христианами. Но мы готовы в открытом и честном разговоре друг с другом и выяснять наши позиции и по возможности, настолько, сколько это возможно, достигать общего понимания, в том числе и того, что сегодня происходит в мире. Нас очень беспокоит положение христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Русская Церковь, одной из первых, подняла тревогу и стала говорить громко на весь мир о притеснении христиан, особенно в связи с захватом территорий Сирии со стороны террористических групп. Мы были свидетелями того, как разрушаются храмы с террористами, как оскверняются монастыри, как христиане изгоняются из долины христианской в Сирии. И, хорошо зная ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии, мы понимали, что само существование христиан, христианских общин, висит на волоске. И, понимая полностью, что ситуация в Северной Африке и в Сирии, мы понимали, что существование христианских общин там была поднялась. Вот почему мы приветствуем победу, реальную победу над террористическими группировками в Сирии, в том числе и при участии Российской Федерации. В 2016 году тема положения христиан на Ближнем Востоке была в центре моей беседы с Папой Франциском в Гаване. И мы совместно высказались очень определенно по этой проблеме. И я благодарю Бога за то, что именно на той встрече произвучало определение ситуации как геноцид христианского меньшинства. Это слово избегали, в том числе и в политическом эстаблишменте. Но затем оно стало употребляться и широко употребляться, в том числе и на уровне Конгресса Соединенных Штатов. И я полагаю, что это было очень важным вкладом двусторонней встречи в изменении отношений мирового сообщества к теме христианских меньшинств. Но тема не исчерпана. Она продолжает оставаться, и ее острота сохраняется. Вы знаете, что множество христиан покинуло Ирак и Сирию. Но достаточно сказать, что накануне всех этих драматических событий в Ираке проживало полтора миллиона христиан на севере, в районе Масул особенно. Сейчас говорят о 150 тысячах. Где все остальные? Кто-то куда-то уехал, а кто-то погиб. И я сомневаюсь, что можно восстановить эту численность. Но, по крайней мере, нужно сделать все для того, чтобы христиане вернулись на свои земли. I doubt these numbers can be recovered in full, but at least we have to do everything in our power for Christians to be able to get back to their homes in the Middle East. То же самое произошло в Сирии. Поэтому мы предварительно с вами договорились сделать совместное заявление относительно нашего понимания проблемы, связанной с преследованием христиан на Ближнем Востоке и также в Африке. So, on a preliminary basis, you and I agreed to adopt a joint statement saying that we've got a common understanding of this issue related to persecutions of Christians in the Middle East and North Africa. I would like to share with you the pain that I feel when I see what is happening in Ukraine. И, к сожалению, есть силы, которые пытаются гражданский конфликт, глубокий гражданский конфликт перевести также в религиозную сферу. Unfortunately, there are forces who seek to make this deep, profound civil conflict spill into the religious dimension as well. Свидетельствую с полной ответственностью о грубейших нарушениях человеческих прав и религиозной свободы в Украине сегодня. Захваты храмов Православной Канонической Церкви. Совершенно оголделая пропаганда против Церкви. Такое впечатление, что украинские власти хотят еще разделить свой народ и по религиозному принципу. It seems as if the Ukrainian authorities are seeking to split their people along the religious boundaries as well. Трудно понять, чем они руководствуются. It is hard to understand what principles, what motives they are guided by. Но, наверное, самое страшное, что можно представить себе для Украины в том состоянии, в котором она сегодня находится, это религиозный, глубокий религиозный конфликт. Но мы являемся свидетелями грубейшего физического захвата храмов. Которые сопровождаются физическим насилием над простыми людьми. И эти сезонные здания были окомпанированы по физическому храму, который изгоняют их с храма и говорят, что теперь мы будем в этом храме. Радикальные националистические депутаты предложили Раде принять несколько законов, которые бы легализовали захват храмов и дискриминацию Украинской Православной Церкви. Some radical nationalist deputies have proposed that the RADA should adopt laws to legalize the seizures of these churches, as well as discrimination against the Russian government. Были внесены два закона, один 41-28. And two draft laws have been introduced. The first is 41-28. А второй, 45-11. And the second one, 45-11. Вот эти законы, один из них предполагает закон, усаканивает захват храмов. Дело в том, что жертвы вот этих захватов стали обращаться в суд. И выигрывать эти судьи. Другая проблема в том, что местные власти часто и вот эти националистические группы не дают возможности реализовать решения судов. Суды обращаются, суды выигрывает несчастная община, которую изгнали из храма, но силой ей не разрешают вернуться в этот храм. И вот внесли предложение принять закон, который бы узаканивал захват храма. Закон предполагает, что любой человек, который скажет, что он отождествляет в себя сданной общиной, может принимать участие в решении ее судьбы. И принимать решение о принадлежности этой общины, той или другой церкви. То есть вот те самые молодые, горячие люди, которые силой выталкивают наших прихожан из церквей, они теперь просто могут заявить о том, что они принадлежат этой церкви, этому приходу. Предложить провести собрание и принять участие в переходе из одной церкви в другую. Но это нарушение всех законов, на которых вообще основывается сегодня право, определяющее работу любой организации, создаваемой народом. Но представьте себе, решение о будущем банка принимает не правление банка, не акционеры, а люди с улицы. Просто человек пришел и сказал, да, вы знаете, какие-то переводы делают через ваш банк. Я хочу определить будущее вашего банка. Второй закон, абсолютно дискриминационный, он требует изменения названий канонической украинской церкви. Это церковь абсолютного большинства православных людей на Украине. В день крещения Руси в Киеве был проведен крестный ход, в котором принимало участие больше ста тысяч человек, только в Киеве. И вот эту церковь хотят назвать церковью агрессора, страной агрессора. И принять дискриминационный закон. Во-первых, потребовать изменения ее названия. А потом поставить, включить ее в особый контроль государства. С тем, чтобы ни одно назначение в этой церкви не проходило без согласования с государством. Но такого не было даже в советское время у нас. Я благодарю очень многих, кто откликнулся на мое воззвание выступить против этих законов. Особая благодарность его святейшеству к Папе Франциску. И к генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей, пастору Туэйту. А также братьям-патриархам, предстоятелям русских поместных православных церквей. Общими усилиями эти законы были остановлены. Но у нас нет на сегодня гарантии, что они снова не всплывут в повестки дня украинского парламента. Но сейчас у нас нет гарантии, что эти законы, эти православные законы, не находятся вовремя возвращаться к адресу Украины. Я хотел бы передать вам документ, который описывает реальное положение Украинской Православной Церкви на Украине сегодня. Мне бы хотелось еще сейчас сказать о чем-то более радостном. Вы вчера посетили храм Святого Андрея в Москве. Еще в 1994 году Ее Величество Королевы Елизавета, посещая Россию, поставила вопрос о предоставлении этого храма англиканской общине перед президентом Ельцином. Но затем, по разным причинам, в том числе и из-за внутренних проблем в самой англиканской общине, это решение не могло быть реализовано. Я получал тоже разные просьбы, в том числе и от англиканской общины здесь. И летом 2016 года я обратился в правительство с просьбой о передаче комплекса зданий храма Святого Андрея в пользование англиканской общиной на 49 лет. Я приветствую те перемены, которые происходят сегодня в жизни англиканской общины и появление нового настоятеля. Я надеюсь, что община будет развиваться и храм будет реставрироваться. Мы понимаем, что самостоятельных средств у этой общины, наверное, не хватит, чтобы отреставрировать это здание. Поэтому мы обратились с просьбой к московским властям включить реставрацию этого храма в общую программу создания памятников в Москве. Отдел внешне-церковных связей, митрополит Иларион, активно принимает участие в реализации этой программы. И хотя, как вы знаете, непростая экономическая сейчас ситуация во всем мире, но и в России тоже не самая простая ситуация. Но мы будем все-таки стараться помогать англиканской общине в решении этих вопросов. But we'll try to do what we can to help the Anglican community address these issues. Подписание совместной декларации Святейшего Патриарха Московского и Сиеруси Кирилла и Примаса Церкви Англии, Архиебископа Контрепирийского, Justino Welby. О защите христиан страдающих на Ближнем Востоке и Северной Африки. Примаса Церкви. Продолжение следует...